Первое, что мы делаем, это мы определяем свой чужой голос. Нам от природы, когда мы родились и живем, дан определенный тембр голоса, определенная его высота и остальные характеристики. Так вот, 90% нас, живущих сейчас, говорят не своим голосом. Сохранить свой голос, сейчас очень важно, может только очень сильная волевая личность. Тогда мы сами ощущаем себя на совершенно новом уровне, совершенно новом уровне уверенности. Потому что, помните, что я говорил про обратную связь системы Станиславского? Верно найденное действие, то есть сохранить свой голос может сильная личность. Вернуть свой голос мы возвращаем внутреннюю силу. Это очень важно. И эта уверенность, она передается моему собеседнику, моему клиенту, моему деловому партнеру. Я становлюсь уверенным и раскрепощенным. Простая вещь. Артисты, обучаясь той же речи, грамотности, четкости произношения и так далее, студенты, и потом, выходя в театр, даже самые заслуженные, перезаслуженные, народные, перенародные, не верьте, если будут говорить, что это не так. У всех свои, но, тем не менее, есть очень простые штуки перед тем, как начать разговор. Я, заходя к вам, делал следующее. Смотрите. Я аккуратненько пожелал верхнюю гулу, нижнюю, нижнюю, верхнюю гулу, да, потом сделал вот так. Вот так. Это корень языка. Все. Ну, это можно 10-15, ну, имеется в виду 10-15 жрав. Я просто разогрел свой артикуляционный, ну, то есть аппарат. Задорнов, он еще делает, у него одна из любимая штука, Михаил Задорнов перед наступлением, сатирик. От топота попали летит, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па, разогревающие губы. Очень простая вещь. Это очень несложно. Я даже, когда маме звоню, просто это в привычку входит. А краска и красота нашего голоса, в том числе, это наш резонатор, там тоже есть всякие упражнения, очень простые. Утром, вечером, вместо зарядки, и мы становимся талантливыми, мы становимся уверенными в себе, зная свой типаж, ну, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что история, связанная с постановкой голоса, с развитием голоса, это отдельная история. И, ну, где этому, наверное, уделяют внимание на регулярной основе, это колл-центры, ну, где вообще, по большому счету, человек равно голос, ну, то есть, оператора не видит. И при большом количестве звонков, ну, вот сколько в среднем менеджер у вас делают звонков или принимают звонков в день? Делают, 150. Ну, это еще не самый низкий показатель. Так, еще. Нету таких нормативов? Деятельности зависят, конечно же. Ну, смотрите, есть понятие деятельности, но если продажи какие-то типизированные или стандартные, ну, есть определенные нормативы. В среднем они где-то находятся при загруженном продавце от 20, там, до 40-50 контактов. Максимальные колл-центры, ну, вот, когда это автоматизированная история, вплоть до даже, там, набор номера, ну, наверное, слышали, когда вы поднимаете трубку, а играет музыка или вообще тишина. Если вы не сбросите, то через некоторое время, ну, то есть это как выглядит система оператора, он вообще ничего не набирает. Система по определенным признакам прозванивает и определяет, у кого номер занят, у кого он недоступен, дозванивается до тех, кто доступен, и потом оператор, который освободится, как только он закончит разговор, там, нажмет определенную кнопку. Если вы досидите до линии, он, собственно, подкинет туда. И вот таким образом некоторые колл-центры выжимают, ну, правда, это патагонная система, до 400 звонков в день. То есть представьте, что с одного оператора в зарабочий день. Ну, в среднем, конечно, это больше, там, 120-150, что? Да водосчетчики какие-нибудь, они бесконечные звонят. Ну, в среднем, если длительность звонка 2-3 минуты, ну, понятно, что здесь недвид, там, может быть, и 20 секунд, когда просто бросили трубку, и разговор, допустим, 5 минут длится. Но к чему я это говорю? Даже если у тебя 100 звонков и, ну, не знаю, показатель, ну, если количество звонков вы не считаете, вряд ли, наверное, стоит задавать показатель, какой объем голосового трафика на одного менеджера или оператора у вас. Ну, понятно. Ну, где-то оптимальный показатель в отделе продаж, если не оператор, это где-то 120, ну, максимум 180 минут, то есть 3 часа разговора прямого. Если брать эти истории, ну, соответственно, там пробуют еще увеличить, чтобы оператор говорил больше. Соответственно, к чему это приводит? К нагрузке на речевой аппарат. И если не заниматься своим голосом, не поддерживать, то просто через какое-то время он сядет. Поэтому, ну, кроме истории там типажа, работы с этими, ну, для колл-центров это просто, назовем так, техника безопасности, назовем так. И там действительно там тренеры этим занимаются. В обычных отделах продаж этим никто не занимается, хотя, безусловно, эти вещи влияют. Ну, наверное, вы слышали людей по телефону, с которыми хочется говорить, даже если это холодный звонок. А есть те, с кем хочется сразу прекратить разговор. Просто на уровне даже просто невербальных моментов, то есть какая-то такая вот магия, и вот на уровне там свой-чужой, нравится-не нравится, вот таких вот моментов. Продолжение следует... Продолжение следует...